Хочу вас спросить о другой акции, которую готовят россияне. Об этом сказал Кирилл Буданов, так называемый Майдан-3. Если коротко объяснить эту концепцию, которую глава нашей разведки объяснял, то, пользуясь моментом окончания пятилетнего правления Владимира Зеленского, россияне хотят разогнать месседж о том, что теперь он якобы президент нелегитимный. И вообще, что за верховный главнокомандующий теперь будет раздавать приказы армии и вооруженным силам Украины. И это должно, по мнению Кремля, повлиять на наших военных. И произойти может какой-то переворот или даже бунт. Вы верите в подобные инструменты? При грамотном приложении с точки зрения плеча необходимого, с точки зрения физики, вполне возможно. Только тут, знаете, что меня насторожило? То, что понимаю... Я уже не первый раз, и, кстати, сам президент Зеленский говорил о том, что будут раскачивать эту ситуацию на встрече с фракцией. Я вот пообщался с некоторыми депутатами, он об этом говорил, и Буданов об этом говорил. То есть все об этом говорят, но никто не выпускает в информационное поле тех, кто с точки зрения конституционного права, международного права, избирательного права правильно оттрактует эту ситуацию. Кто скажет? Смотрите, абсолютно законодательно правильно будет, если вот при отсутствии возможности проведения выборов Зеленский дальше будет выполнять роль президента и верховного главнокомандующего. Вы хоть одного человека такого видели, который профессионально, со ссылкой на статьи Конституции, со ссылкой на статьи или на примеры иные международного права, нам бы это пояснил. Я не видел этого. Вот в чем проблема, понимаете? Если бы зарядили армию людей, которые... Ну это я как политтехнолог, наверное, уже во мне проснулся. Не фермер, как в предыдущем вопросе, а политтехнолог. То есть я бы, например, поступил именно так. И не старался замолчать проблему и сказать, вот они раскачают Майдан-3, готовимся, смотрим, кто выйдет и так далее. А просто вменяемых, авторитетных людей выпустил. И даже оппозиционеров, вот в лагере, например, того же Петра Алексеевича Порошенко или Юлии Владимировны Тимошенко, соответственно, есть люди, которые профессионально владеют этим вопросом. Там Власенко, еще кто-то. Я бы им задал этот вопрос. Они, уберегая собственную репутацию, все равно ответили бы вам, что вот это не будет нелегитимным или как-то еще. Плюс посыл про нелегитимность, это не только посыл на внутреннюю аудиторию, это еще и посыл на аудиторию внешнюю. Смотрите, а с кем вы там разговариваете? У него же все, там сроки правления закончились. Это история российская. Почему они ее будут, частично российская. Почему они ее будут качать? Потому что у Путина пройдут выборы, они пройдут на вновь оккупированных территориях. Донбасс, часть Луганской области, часть Запорожской области, они там пройдут, в Крыму. И он вынужден будет объяснять всему миру, что выборы там признать никто не может. Мы же понимаем, он просто взял, вписал себе в Конституцию нашей территории. Там их никто признать не может, а международные избиратели туда не приедут, маргиналы какие-то только там будут. В итоге он будет проводить параллели. Смотрите, а что это я нелегитим? Вот он нелегитимный. То есть это классика Кремля зеркалить месседж свой абсолютно про нелегитимность. Поэтому я удивлен таким слабым, ну если хотите, ответом команды, которая должна профессионально была это предвидеть. Борис, ну Путин же не скрывал. Он же сам как-то сказал, кто как обзывается, так и называется. Ну то есть вот это же его формула, по которой он работает. Поэтому очень правильно сказали, именно зеркалить. Ну а в нашей ситуации предупрежден, значит вооружен. И спасибо вам, что помогаете нам вооружаться. Водить Путина за нос. Это очередной раз. Спасибо вам большое, Борис. Борис Тизенгаузен, политтехнолог, был в нашем эфире. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok